Моя статья называется «Сколько китов в океане любви?» Это была статья, так плавно переходящая в доктор «Что значит любить и быть любимым?» Этот вечный вопрос стал предметом многих научных теорий, но, к сожалению, до сих пор универсальный ответ на этот вопрос не получен. И замыслом моей статьи было осмыслить ведущие и близкие мне тенденции о представлениях любви и изложить свой взгляд на эту тему. Собственно, с чем я с вами сегодня поделюсь. Одна американская актриса как-то пошутила, что любовь – это совсем не то, что мы о ней думаем. И действительно, в этом заключается проблема, что универсальную формулу любви нельзя создать. При исследовании и описании этого понятия необходимо учитывать индивидуальные характеристики, набор способностей, склонностей, внутренних мотивов, стратегии восприятия и мышления. То есть учитывать различия между людьми. И чтобы понять это загадочное явление, нельзя это загадочное явление понять без привязки к анализу общности психологических черт. То есть, по сути, к психологическому типу личности. Социолог Рюриков отмечает, что невозможно рассматривать реестры любовных чувств в отрыве от анализа человеческих типов. То есть, без психологической теоретической базы, анализа внутренних корней их возникновения. На то, кто как любит, влияют три уровня подструктуры личности. Первый типологический уровень – это глубинный архетипический уровень психики. Психотип – это устойчивые характеристики, которые представляют норму для группы людей. Ой, можно подожди? Ермана, когда нужно про систему будет сказать, ты мне скажешь. Еще не скоро. Но я постараюсь побыстрее обещать. Нет, уже. Останно, я все что подготовил, не спешите. Психотип выделяет ведущие мотивы, стратегии восприятия и мышления, возможности человека при взаимодействии с окружающей действительностью, его сильные и слабые стороны. На этом уровне как раз и зарождаются внутренние корни представлений о любви и поведенческий блок взаимоотношений с партнером. Вторым уровнем является общественно значимое для человека, имеющий социальную природу. Это разделяемые нормы и взгляды о том, что принято считать правильным или неправильным, принимаемым или неправильным, принимаемым данным обществом или социальной группой. Общественно значимый уровень определяет более поверхностные, ситуативные появления. Это уровень приобретенного в течение жизни. Третий уровень – личностнозначимый. Уровень по структуре личности, имеющий биологическую природу. Это динамическая система, способная производить частичную корректировку остальных двух уровней, то есть типологический и общественно значимый. Это экстраинтроверсия, это темперамент, это половые возрастные признаки, это физиологические особенности, это личностные комплексы. По сути, внутри уровней формируется то, что каждый может предложить в отношениях любви или же стиль тех ощущений, о которых люди сообщают, когда им кажется, что они влюблены. Вот у меня такой треугольник, я не знаю, это видно или нет, то есть типологический уровень, общественно значимый и личностно значимый. Для каждого в отдельности понятие «любить» имеет свои образы. Непти с «любить» в одну, как я уже сказала, формулу любви практически невозможно. Можно только выявить общие тенденции в представлениях о любви внутри типологического уровня. Это очень важно, я еще раз много это раз повторю, чтобы это было дошло. Какая совокупность компонентов определяет появление любви? Момент. Американский психолог и философ Фром считал, что способность человека любить не дана от природы. Это искусство, которым надо овладеть. Любовь формируется прижизненно. И то, какой она будет, определяется свободным выбором каждого. Но от природы, каждому из нас, дана способность влюбляться. Индивидуальный стиль, который зависит от паттерно-типологических устойчивых свойств личности. Влюбленность принадлежит к животной природе человека и состоит в основном из ощущений. В основе этого компонента лежит 90% физического влечения и сексуального интереса. Сексуальные отношения сближают людей и являются пригласительным билетом в театр под названием «Любовь». Современный французский писатель Хундера пишет, «Множество людей, сблизившись физически, полагают, даже не задумываясь как следует, что сблизились и духовно. Он называет подобное верой в синхронную гармонию души и тела. Подобная вера, конечно, является одной из причин самозаблуждения человека и обмана, часто бессознательного, его партнера. Создается иллюзия любви. На этапе влюбленности человек не углубляется в анализ внутреннего мира партнера. Речь идет о поверхностном, независимом от воли, чувстве влечения, о притяжении симпатии, о поиске привлекательного субъекта. Для влюбленности важно наличие внешних атрибутов, приносящих наибольший успех в данный момент. Влюбленность характеризуется желанием обладать и получать возбуждение от неизведанного, дать волю своим чувствам, главное определяющее влюбленности. В ее основе лежит эгоизм. Мне хорошо, приятно, я этого хочу. Компонент влюбленности относится к мотивационной сфере личности. В некоторых теориях любви выделяются причины, которые заставляют человека влюбляться. Удовлетворение сексуальных потребностей, потребность в признании и конформистская реакция так принято. Говорят, что влюбленность – это мечтание. На этой стадии происходит обязательная идеализация партнера. Переоценка любимого основывается на незнании его истинного лица, на своем собственном усовершенствованном представлении о нем. Когда человек влюблен, он видит на самом деле другого, не в совокупности черт. Другой служит ему экраном, на который влюбленный видит свои идеальные черты. Так пишет в своей книге «Бука и Саленас». Другой человек уже не тот, что он есть, а средоточие самых положительных черт влюбленного, проецированных на него. Но соответствовать сверхожиданиям очень трудно. Наступает момент истины. Или я хочу дальнейшего развития отношений, или я не готов к этому. Как источник наслаждения, влюбленность может оказывать как позитивное, так и негативное стимулирующее воздействие. Она способствует духовному единению людей, развитию возвышенного романтического чувства. Но также влюбленность способна вызывать неистащимое желание все новых и новых неизведанных ощущений, что может привести к праху любовных отношений. Смысл понятия влюбленности можно выразить словами Янковиака и Фишера «интенсивное влечение, включающее идеализацию объекта любви в рамках эротического контекста и надежду на установление более или менее длительных отношений с ним». Если вы любите друг друга, то учитесь при этом дружить. Этими словами психолога Козлова можно определить второй компонент любви – дружба. Козлова включает в себя стремление к душевному единению и предполагает личную симпатию, привязанность. Это искренность, доброжелательность, поддержка, бескорыстная помощь, умение слушать и слышать собеседника, акцептировать его точку зрения. Основа дружеских отношений составляет хорошее знание партнера, а не возбуждение от неизведанных ощущений. Стремление к эмоциональной близости настраивает связь между людьми на лад, я называю, три со – сопереживания, сочувствия и соучастия. Важным фактором зарождения дружеских отношений являются одинаковые формы досуга, близкие интересы, схожие установки, формирующиеся в соответствии с культурными нормами и принятыми традициями данного общества. Важно, с кем человек находит общий язык, кто разделяет его мысли и взгляды. Люди с одинаковым уровнем интеллектуальных способностей, воспитанных на одинаковых социальных стереотипах, имеющие схожие ценностные ориентации, чувствуют себя вместе увереннее и спокойнее. «Обычно мы дружим с теми, кто удовлетворяет наши потребности, и чьи потребности мы удовлетворяем сами», – пишет российский психолог Козлов. В толковом словаре «Даля» дружба различается как в позитивном, так и в негативном смысле. Бескорыстная, стойкая привязанность, основанная на любви и уважении, или тесная связь, основанная на взаимных выгодах. «Дружба принадлежит к национально-волевой сфере личности». Любви с первого взгляда не бывает. Андалузский толок XI века Ибн Хазм точно сказал о любви, что она рождается медленно, долго, ибо необходимо много времени, чтобы глубоко скрытые свойства душ соединились, чтобы они проникли друг к другу через множество завес жизни. Любовь преимущественно волевая, а не эмоциональная работа. Обдуманное решение любить и быть любимым – это обязательство, которое берет на себя человек. Это третий компонент любви. Значит, первый был влюбленность, второй – дружба, третий – осознанный выбор. Именно осознанное решение быть и оставаться вместе, разделяя все трудности, завершает трансформацию влюбленности в любовь. Влюбленность состоит из ощущений. Любовь включает в себя волю. Как писал американский эксперт по взаимоотношениям Чепмен, «Рациональная волевая любовь – вот та любовь, которой нас всегда призывали мудрецы». Осознанное решение о вступлении в любовные отношения и взятие на себя обязательств о сохранении их на протяжении долгих лет – познавательный, когнитивный компонент любви, основанный на признании равных прав. В своей «Триангулярной теории любви» американский психолог Штернберг выделяет кратковременный и долговременный аспекты когнитивного компонента любви. Кратковременный аспект отражается в решении о том, что конкретный человек любит друг друга, долговременный аспект – в обязательстве сохранять эту любовь, то есть клятва любви до гроба. Отсутствие одного из этих компонентов означает отсутствие любовных отношений. Каждый компонент любви имеет свою собственную особенность роста. Влюбленность имеет тенденцию на ранних стадиях отношений к бурному росту, в процессе развития ослабевает. Второй компонент – дружба и осознанный выбор, напротив, усиливаются со временем. На начальном этапе развития любовных отношений в их основе лежит эгоизм. И не важно, начались ли они с влюбленности или с дружбы, любовь имеет альтруистическое начало. Это бескорыстная забота о благополучии партнера, стремление удовлетворить в первую очередь его потребности, удовлетворить его интересы. Кром называет любовь бытием. В отличие от обладания, которое выражается в стремлении превратить все в свою собственность, бытие – это такой способ существования, при котором человек не имеет и не жаждет иметь что-либо. Он счастлив, пребывая в единении со своей любовью, с объектом любви. В отличие от влюбленности, сформировавшаяся любовь исключает идеализацию партнера. Это прощение или принятие всех сторон его характера такими, какие они есть. Подтверждение ценности партнера, его значимости. По словам Хорни, чувство, что тебя любят, и даже более, что тебя можно любить, возможно, одна из величайших ценностей в жизни. Любовь дает ощущение незаменимости, исключительности, что повышает самооценку, уверенность в себе, создает комфортные условия стать самим собой лучшим. Выдающийся русский философ Соловьев объяснял это тем, что любовь связана с реализацией полноты личности. Создавая отношения, двое любящих становятся одним целым. Наступает парадоксальная форма близости, при которой сохраняется индивидуальная независимость партнера. Это явление Фром назвал парадоксом любви. Два человека становятся единым целым, и в то же время каждый остается самим собой. В любви удивительным образом сочетаются две человеческие потребности – в близости и в независимости. Совокупность всех трех компонентов и внутреннее их позитивное развитие определяет существование любви между людьми. Это только отправная точка для долгого плавания в океане любви, где нет конечного пункта пребывания. Отношения любви развиваются по принципу перевернутого треугольника. Есть начальная стадия, видно или нет, да? Есть начальная стадия, по сути дела, сама любовь, которая постоянно находится в развитии. Насколько развились эти отношения, настолько можно говорить о совместимости между двумя людьми. Говорят, что готовых для счастья нет. И от нас зависит, будем ли мы счастливы, пройдет ли наша жизнь в атмосфере любви. Итак, подытожим. Любовь – это форма постоянно развивающихся межличностных отношений, в которых возникает состояние телесного и духовного комфорта при осознанном выборе партнера и взятии на себя взаимных обязательств. Найти свою половинку – это стремление к достижению не абсолютной схожести, а адекватной противоположности между людьми. Немецкий философ Шопенгауэр говорил, сходятся только противоположности, тяготеют только полюсы. Возникает ощущение чего-то общего, одинаково значимого для обеих сторон, ощущение дополнения друг друга и одновременно чувства собственной завершенности. Еще Сократом ставился вопрос, с кем лучше быть. С похожим, что обеспечивает наилучшее взаимопонимание, или с отличающимся от меня, когда сильные стороны одного дополняют слабые стороны другого. Многие психологи считают, что важная роль в построении любовных отношений играет не принцип взаимного дополнения, а принцип сходства. Он лежит в стремлении человека обеспечить себе психологическую комфортность общения. Принцип сходства играет особенную роль для компонента дружба. Взаимоотношения с похожим упрощаются. Но одно только сходство ограничивает развитие отдельной личности внутренними рамками этой самой схожести. Происходит некоторое упрощение реальности. Для гармоничных взаимоотношений необходимы разные формы взаимодействия в единой совокупности. Врожденные качества партнеров должны быть контрастными, тогда как приобретенные схожими. Между нашей неодинаковостью может существовать устойчивый баланс. Баланс позитивных и негативных характеристик каждого, которые партнеры могут и не осознавать. Вспоминается известный афоризм французского писателя Поля Жеральди. Собственно, этот афоризм выражает ту мысль, которую я хочу донести сегодня. Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга. Адекватная противоположность заключается в обвозимое действие между партнерами, при котором осуществляется специфический вклад каждого в содержание совместной жизни и позитивное изменение каждого в отдельности. Здесь у меня показан принцип взаимного дополнения «отдавать, принимать, совпадать» по из трех элементам. Очень важно, чтобы дополнение существовало в каждом компоненте. Интенсивность каждого компонента и выделение ведущего определяет стиль любовных отношений. Психологическая совместимость – это возможность длительной гармоничной совместной жизни, готовность личности идти на принципиальные уступки ради этого. Происходит адаптация потребностей, мотивов поведения, интересов, характеров, темпераментов и т.д. Важным аспектом процесса взаимодействия является понимание каждым из партнеров самого себя. Так канадский психолог Лизбургу отмечает, что выбор людей, которые становятся дороги нам, не случайный. Они существуют для того, чтобы научить нас смотреть на них и через них познавать самих себя. Выстраивается схема психологических отношений, при которой происходит постоянное обогащение человеческой личности, происходит реализация полноты личности. Резонно говорят, что плохих партнеров нет, есть несовместимые. Но и идеально совместимых или абсолютно несовместимых людей практически не существует. Поэтому гармонично развивающиеся отношения не лишены конфликтов. Но их внутренний нерв будет другой. Конфликты между любимыми происходят из желания не скрыть что-то или свалить вину на другого, а наоборот разобраться в причинах несогласия, чтобы их устранить. Такие конфликты неразрушительны. Стремление разрешить конфликт – это поиск путей к примирению, согласию в спорном вопросе. Сам конфликт является путем к взаимному росту и становлению. Прочность союза двух людей зависит от сочетаемости или несочетаемости набора психологических свойств одного человека с набором психологических свойств другого человека. Желательным условием для создания любовных отношений является психологический подбор партнеров по уровню их совместимости внутри, еще раз подчеркиваю, типологического уровня. Сочетаемость индивидуальных стилей любви проходит в красной линте построения гармоничных отношений. Нельзя создать единую схему и определить, в каких любовных отношениях могут стоять эти двое, потому что общественно значимое и личностно значимое корректируют их теоретически возможные отношения и делают переживания любви уникальными. Можно только выявить общие тенденции на основе типологического уровня и рекомендовать оптимальные сочетаемые психотипы. Используя систему психосмологии, о которой сейчас Наталья Львовна расскажет, выявлены некоторые типологические особенности стилей любви и оптимальный вариант сочетаемости. Но сначала про систему, чтобы понять схему, о чем я говорю. Я просто в двух словах попытаюсь объяснить. А что-то тут все-все-все. Выключилась или что-то? Он в режим этого ожидания просто перешел. Стендбай, наверное, стоит. На это нажать? На пробел. Да, наверное, да. На пробел? Нет, пробел не работает. А, ну тут дверь должны удовольствовать. Вот, ага, что-то я уже... Сейчас, сейчас, надо нажать. Значит, система на самом деле, при таком красивом названии, она очень проста. Речь идет о переработке информации. О способах переработки информации. Разворачивай. Ну, я сейчас разверну, да. Все знают и уже, по крайней мере, вот здесь споров нет, что у человека есть два варианта или две системы, ну, некоего, скажем так, автономной переработки информации о внешнем и внутреннем мире. Это, ну, доставшаяся нам, можно так сказать, от эволюционным путем вот система, которая неосознаваемо перерабатывает информацию о себе и мире. У некоторых она вообще очень развита. У некоторых она, как бы, он ее в таком, все время держит в состоянии, как бы, я не ориентируюсь на вот эту неосознаваемую информацию. Но, тем не менее, эта неосознаваемая информация и переработка идет фактически в каждой клеточке. Да, 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 или принять эту информацию, или как-то отреагировать. Ну, когда мы даже спим, у нас происходит все равно переработка информации. Мы видим сны, у нас происходит переработка информации. Мы не выводим ее на осознаваемый уровень при этом. Она, как бы, сама спонтанно что-то там происходит. Уже там не только Фрейда, а, собственно, с этим спорить вообще, мне кажется, смешно. Хотя до сих пор некоторые психологи, как ни странно, да я выступала на конференции, мне вон Сопкин сказал, какая неосознаваемая академия. Вы что, это психоаналитики вам такие? Вы из психоанализа? Ну, там учатся больные, там работают больные люди. Я думаю, ну, ничего себе академия. Вот, значит, неосознаваемая переработка информации. Есть у каждого. И это, как бы, некий один канал переработки информации. Но есть также другой у человека канал переработки информации, когда он осознаваемый. То есть ты можешь всегда сказать, как двигалась твоя логика из пункта А в пункт Б, из пункта Б в пункт С и так далее, и так далее. То есть ты можешь всегда вот эту цепочку, которую логическую ты выстраивал, как провернуть туда, так и обратно. Твоя переработка о себе и о мире была в какой-то другой плоскости. Как показали наши исследования, эти две переработки информации, два варианта переработки информации у людей бывают самым разнообразным образом соединены. Они могут вообще в противоположных направлениях работать. Голова думает одно, чувство другое и так далее. И причем это вот ценностно совершенно разные. Головой одно выкладывает, а на неосознаваемом уровне это совершенно прямо противоположный ряд ценностей. Ну и так далее. Я не буду углубляться, я только скажу, что есть два вот этих варианта переработки информации. И соотношение этих двух переработок бывает трех вариантов, чисто комбинаторно даже. Доминирует осознаваемая у человека переработка информации. Часто мы его называем человек очень рациональный. У него все выводится на уровень головы. Он как бы мысль считает самым главным вообще в своем познании, а чувство уже неким таким второстепенным. Либо доминирует неосознаваемая переработка информации. Ну вот когда человек все время на какие-то предчувствия, интуицию ориентируется. И собственно его мысль уже осознаваемая, она его ведет вот за этой интуицией. Он еще раз как бы доказывает то, что ему интуиция уже подсказала. Но существует еще третий вариант. Собственно о первых двух говорил и Юнг, но он и говорил о третьем, когда соотношение осознаваемой и неосознаваемой переработки информации, оно как бы равносильно. И значит, ну просто у Юнга это был вариант немножечко болезненный. Но поскольку на российском выборке он встречается в 50% и более, мы его относим к нормам. То есть вот как бы получается вот уже три варианта. Разве только на российском выборке? Ну мы на российской, вот, как бы, про российскую могу сказать. Но... Ну понятно. Кроме того, могу сказать, что... Швейцарские немцы, швейцарских немцев, все это патология. Нет. Вот смотрите, кроме того, могу сказать, что вот эти люди, у которых равносильная осознаваемая и неосознаваемая переработка информации, как бы в равной мере, они... Юнг-то что хотел? Он говорит, давайте я вот сделаю из вас рационала. Вам легче будет, как бы, только головой вы будете идти. Ну как бы не надо одно в одну сторону, а то голова в одну, а чувство в другую. Или давайте я из вас сделаю и рационала. Я сама в консультации поначалу пыталась. Говорит, ну что вы мучаетесь? Давайте я прекращу, прекращу ваше мучение. Вы не будете там, голова в одну сторону, а чувство в другую. Вы будете только головой, а чувство будете подавлять все время. Такой человек мне что скажет? Да вы что? Вы лучше поработаете с моим мужем? Вот у него действительно проблемы. С головой. С головой. А мне наоборот нравится, что у меня все время идет вот такой некий... Ну некая такая болтанка. Некие вот эти постоянные сомнения. И значит вот уже три. Оказалось, что еще каждый из видов переработки информации, как неосознаваемый, так и осознаваемый, имеет вот такую некую мотивационную составляющую самого простого типа. И это как раз, опять же, не мои какие-то размышления. Это очень имеющие долгую историю, эмпирические исследования, начиная с исследований Штерна в 1900 году, изложенным в его книге по дифференциальной психологии. Это, значит, когда, например, я неосознаваемо перерабатываю информацию, предположим, но при этом, как бы, содержательная часть, то, о чем, какую информацию я перерабатываю, она относится в большей степени либо к собственному организму, как бы субъекции фирмы, либо к некоему внеорганизму миру, реальности. Вот оказалось, что здесь тоже люди делятся. У некоторых акцент есть на собственный организм, но, представляете, в любви это же очень важно. Я все время неосознаваемо, вот это во мне, я ничего изменить не могу, я думаю о себе и своем теле. Ну, вот как Фрейд, да, чего там у меня происходит. Как сейчас где-то кальнуло. Или другой вариант, я вообще не думаю даже в момент любви о своем теле, а я все время направлен на партнера. Неосознаваемо, я это даже проконтролировать-то, собственно, не могу. Но когда я выхожу на уровень контроля, вот этой, так сказать, осознаваемой информации, здесь тоже оказывается два варианта. Я могу осознаваемо перерабатывать информацию, опять же, о своем теле и своих внутренних чувствах. Там, что у меня, печенка селезенка, ну, я не знаю, что там внутри колет, и там вообще мне плохо, или вообще мне там чего-то. Вообще у меня резонанс, или там еще что-то, ну, что-то во мне. Либо я вообще себя не размышляю о себе, и меня, как бы, то, что у меня внутри, это уже второй план. Мне, я размышляю о том, что думает мой, или чувствует мой партнер. И вот этот план, даже на осознаваемом уровне, он является доминантом. И, собственно, вот соединяя все, комбинаторно просто перебирая вот эти варианты, получается 12 типов. 12 типов, которые очень красиво укладываются в систему. Она прямо вот выглядит, как астрологическое. Значит, с двумя осями. Осознаваемая переработка информации и неосознаваемая. Ну, вот для тех, кто там, вот... Наташа, ты какой-то вот уже прилетел. Уже дать нам их. Ну, вот неосознаваемая переработка информации. Мы ее обозначили, вот, как бы, вертикальной осью. И осознаваемая переработка информации. И субъект... Можно повернуть? Субъект-объект-центрированность. Я сейчас даже увеличу, вот это вот, чтобы эта картиночка... Плюс, где не вижу плюс. Там плюс, не плюс не получится. Там надо... Вот там... Нет, нет, нет. Развернусь кадр. Как я его... Ну, интересующийся психологией насекомые. Ну, ладно. В общем, короче, тут очень просто. Круг с крест и вокруг него круг. А у тебя, это... Вот. Одна осознаваемая, другая неосознаваемая? Да, это неосознаваемая переработка информации. Они, кстати, оказались ортогональные, на самом деле. И одна осознаваемая переработка информации. У каждого человека есть и то, и другое. И, собственно, соотношение. Например, вот этот тип. Явно, что у него идет неосознаваемая. Если даже провести перпендикуляр и косям, явно доминирует неосознаваемая. Неосознаваемый там компонент чуть меньше. И он задает фактически... Вот это соотношение задает тип. Он еще и задается... Вот здесь направленность... Субъект, объект, центр, первая сложные слова. Мы сделали просто. Намер, направленность на мир, направленность на мир, направленность на я. Вот как бы рациональная ось на мир и на я. Вот два полюса. И иррациональная на мир и на я. Собственно, вот это вот все задает... Оказалось, вот то, что я вам все это говорила, можно уложить в очень красивую систему. Из 12 типов. Красота вещь относительная, субъективная. Субъективная, не субъективная. Мы естественно. Автору все красиво. Мы естественно это все... Очень скрупулезно в течение уже, наверное, скольки? Лет 25 проверяли. На чем? На все. На какими методами? Методами любыми. Какими... Ну, самыми простыми. Психофизическими, даже можно сказать. Да. Ну, например. Пиктограммы. Да, музыкальную пиктограмму. Давали слушать музыку. Люди отмечали... Ну, говорили так. Вот сейчас прозвучит 5 отрывков музыки по каждой по минуте. Они все разные по настроению. Вы должны вот сейчас все эти отрывочки прослушать. А потом я случайным образом буду попадать сначала, конец, середину какого-либо отрывка. Вы мне должны написать, какой отрывок звучал. Ну, или обвести. Ну, у вас есть бумага, карандаши. Вы можете что-то себе писать, когда вы слушаете. Это вам поможет. Можете рисовать там, я не знаю что. И оказалось, что для нас, конечно, было важно не то, сколько он угадывает, а то, чего они отмечают. И вот тут вот оказалось, что действительно люди различаются по стратегиям. Ну, в данном случае восприятия музыки. Музыка оказалась вообще очень удобным стимулом для восприятия, потому что она как бы тут и на чувственном уровне, и образная, и тут полная фантазия. И все эти, у кого-то рациональные, у кого-то иррациональные стратегии, они здесь прямо очень ясно определились. И я, вот, кстати, делала доклад в институте, в Академии наук тогда еще. Крылов присутствовал. А он и обрабатывал мои данные. Он мне и помогал, кстати, обрабатывал. Андрей Крылов? Нет. Крылов, Владимир. Да, 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 да. Даже пригласил меня после этого к себе в лабораторию. Сказал мне тогда, вы знаете, это все, конечно, интересно, но из 15-7 шаров будет черными. Я сказала, ну, все-таки это меньше половины. Но на самом деле, это я к тому, что там были люди, которые контролировали, чтобы я тут ничего не подделывала. Причем я каждый раз могу... Я этот опыт проводила вот со всеми стратегиями, с кластерным анализом, с выделением типов и так далее. То есть я проделала все психометрические процедуры, которые у нас положены. Получив вот эту красоту. И когда... Что-то я далеко ушла. Вообще от любви. От любви. Это психолога один шаг. А? Да. Это я... Надо перечислить типы и... В общем, короче, это проверялось очень много. Это я маленький-маленький фрагмент одной из диссертаций, которые... Этих диссертаций защищены в совете у Журавлева Анатолия Локтионовича, нашего единственного академика по психологии. Достаточно много. То есть он с этой системой вполне не просто знаком. Последняя книга, которая вышла, Артемцева, там прямо от Академии наук психосмология прямо вот впечатана. Да, прямо в серии вот у Артемцева. Так что... Это к тому, что... Что она уже наконец... Понятно, что в это тяжело поверить. Потом, если ты в это поверил, то с этим придется работать. А работать сложно. Наука с верой не имеет отношения. Легче сказать, что этого нет. Но это есть, к сожалению. Было бы проще, если бы все было примитивно и просто. Но не так, к сожалению, просто и примитивно. Но, возвращаясь к любви, оказалось, что каждый из типов имеет абсолютно свое такое вот... Свои предпочтения в любви. Свои особенности. И вот... Может быть, я сейчас выйду даже. У нас есть такой сайт. Сейчас. У нас даже есть... Я не знаю, Ерма будет ли упоминать здесь. Есть такая программка, она называется «Дерево любви». Нет? Ну, я тогда просто уже... Кто-то может поиграет. Потому что это хорошая игрушечка такая. Мы сделали это в виде хорошей игрушечки даже. Когда на деревце висят 12 яблочек, каждый с определенными буковками, если вы знаете свой тип, то там... для каждого типа прописаны основные установки в любви, основные проблемы в любви. И даже человек, который это делал, даже советы для тех, у кого есть эти проблемы в любви. Так, сейчас подожди-ка. Какие советы? Ученые заветы? Подожди. Консультируем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вообще-то в дифференциальной технологии, это пока она там что-то ищет. Это абсолютно общее правило. Чего бы человек ни делал, все будет в том числе определяться и его типологическими, там, индивидуальными особенностями. В том числе и в любви. И причем типологии может быть сколько угодно. И каждый дифференциальный психолог вам скажет, что вот выделяемые мною типы, они имеют разные виды любви. Ну, например, вот там вот, условно говоря. Ислав Муранович, можно я на вас уже тогда продемонстрирую? Продемонстрирую на вашем типе. Ну, продемонстрируйте. Да, тут вы видите на эти разные яблочки. Вот так, они даже подзванивают. Здесь просто звук, видимо, отключен. Вот мы нажимаем тип F. И любовь для вас связана с такими составляющими, как ответственность и свобода, уважение-неуважение. Вот в этих шкалах развивается мотивационная некая такая структура. Мою-не-моё. Любовь – это вдохновение, полет, импровизация, растворение себя в небесном и земном. Любовь – это музыка, любовь – это самоотречение, любовь – это самоистязание. Это на самом деле, вот чтобы вот это вот написать… Мазохистский… Да, мазохистский тип любви. Чтобы вот это написать, была действительно проделана огромная работа. Огромная работа, исследования в консультации. Но я в ней не участвовал. Ты не участвовал, да. Ну, я просто вот… Я просто, что тип, и ты читаешь, а дальше, ну, понятно, что этот мазохистский тип, у него есть свои проблемы. И тут советы тебе даже вот даются. Совет… Ну, я не буду зачитывать советы, но фактически вот… Давай, давай, советы мне нужны. Советы мне нужны. У меня вся жизнь впереди. Совет первый, совет второй, даже совет третий. Ну, давайте, считайте советы главные. Да ладно, ладно, сейчас мы не будем. Ну, конечно же, это интересно. Ну, хоть немножко. Мне тоже такой тип. Ну, предложение. Совет третий. Ага, ну, это есть… Понятно, что… Ой, еще. Да, мы эти, так сказать, еще платоновские все вот эти… Сторги, АГП… Наташа, не бегите вперед, паровоза. Да, да, да. Так, АГП, или как там, я не знаю, любовь к ближнему. Древние греки связывали смысл АГП с жертвенностью, самоотдачей, помощью, где главная идея – счастье любимого человека. Жертвенность имеет обратную сторону. Она развращает партнера, который привык брать больше, чем давать. Помните об этом. Вот такой совет. Понял. Так. В общем, короче, прорекламировала. Сколько я ошибок в жизни поначалу. Ну, а теперь, Ирма, я даю вам слово. То есть вы поняли, что там окружность, да, и делена двумя осями на четыре сектора. То есть, понятно, что вот там, да, был окружность, деленная двумя осями на четыре сектора. В каждом из них находится по три типа личности. То есть совершенно одинаково, да? А вот сейчас будет, да. То есть рациональный, иррациональный, и смешанный. Показывай тогда пальчиками или ручкой. Хорошо, Тиночка? В каждом секторе одинаково. Может, сюда так? Каждый отдельный сектор имеет общность психологических черт. То есть сектор. Сейчас мы говорим только не конкретно о типе, а каждый сектор. Имеет общность психологических черт, которые определяют представление любви и стиле ее переживаний. На основе древнегреческой типологии канадским социологам Ли была предложена теория, в которой он описал шесть устойчивых стилей любви для характеристики интимных отношений между людьми. Это романтическая эрос, игровая людус, собственническая мания, дружеская сторга, альтрулистическая агапа и прагматическая любовь прагм. В каждом человеке присутствуют все стили любви, но в разном соотношении. Эти соотношения определяют поведенческие тактики любовных отношений. Для выявления особенностей выбора партнера и прогнозирования развития отношений между ними, для оптимального нахождения способов решения проблем, необходимо разобраться, какой стиль любви у каждого преобладает. Здесь можно выделить профильные характеристики стилей в виде психологических черт. Для каждого отдельного сектора в системе психокосмологии есть своя доминирующая ценность как в жизни, так и в любви, которая является определяющей, базовой. Интересные результаты исследований характеристик любви предложила кандидат психологии психологических наук. У Грековы, к сожалению, она не присутствует здесь. Татьяна Николаевна. Да. Значит, сейчас мы поговорим о стилях любви, которые присущи для всего сектора. Первый сектор, покажу. Для этого сектора базовой ценностью является игра. Я можно скажу это? Это субъект-центрированная, то есть направленная на свой организм переработка как рациональной, так и иррациональной. оба типа переработки информации направлены на свой организм. Ну, пошире все-таки. На я. Ну, я так, на я, условно говоря. В личностной. Это вот как бы я в первую очередь. На индивида направлены. На индивиды. Потому что все-таки не совсем уже там животные, а организм, организм. Есть же еще что-то такое вокруг организма, по крайней мере, ближайшем к его окружению. Так, хочу. Тоже интересно. У психотипов этого сектора доминирует геодонистическая любовь, которая напоминает флирт. Она проявляется в игровых тактиках поведения с партнером, стремлении к внешнему блеску, оригинальности и театральности. В основе понимания любви лежит принцип телесного удовольствия и наслаждения. Удовольствие – высшая цель и основной мотив поведения, чувственная радость, эпикурейская философия жизни, отсутствие сострадания, здоровье тела, безмятежность духа. Доминирующий стиль любви в этом секторе, еще раз покажи, пожалуйста, Людус. Древние греки эту любовь называли игра как времяпрепровождение. Любовь – игра, увлечение, смыслом которой является мимолетное наслаждение. Чувства достаточно поверхностные, не отличаются глубиной и заботой о чувствах партнера, допускается измена с обоих сторон. Следующий сектор. Для этого сектора базовой ценностью является ценность власть. В любви власть… Борьба, лучше даже сказать. Ну и власть, да, да, да. А то власть народу не нравится, и это все, да. Ну хорошо, власть, взбитая борьба. В любви власть проявляется в стремлении к превосходству над партнером, желанием безраздельно обладать им и одновременно быть в болезненной зависимости от него. В основе понимания любви лежит принцип фанатичного сжатия всех душевных сил в узкий пучок до болезненной страсти. Такой стиль любви называется манией. Теямания – безумие от богов. Так называли эту любовь древние греки. Она характеризуется одержимостью, страстью с экстазами и страданиями. Ей всегда сопутствует изнуряющая ревность. Мания вырастает из смешения Эроса и Людуса. То есть Людус и Эрос. у вас получается вот это вот новый стиль любви. Это когда… Можно? Да я вот это… Там не видят какой квадрант. Это квадрант, вот когда ты иррационально направлен на организм. Вот иррациональная переработка все время направлена мне плохо, мне больно, мне жутко, мне там я не знаю. Или мне классно. А рационально ты как бы вообще с другой площадки. ты анализируешь вот как будто с горы. И очень часто они начинают как бы вот… Они так и говорят, любовь – это боль, любовь – это страдание. Если я принесу страдания моему любимому, ну, сами подумайте, это из-за того, что я его люблю, я хочу оставить в нем свой след. Остаться надолго. Вот поэтому это моя… Значит, я очень хорошо… Значит, я так сильно люблю, что я вплоть до того, что хочу убить. Ну, садись. Да. Это неправда. Значит, еще раз я вернулась. Значит, вот в этом секторе мания вырастает и смешение Эроса и Людуса. Эрос – в греческой мифологии бог любви, чувственный стиль, близкий к состоянию восторженной влюбленности. На первом месте стоят визуальные наслаждения и тактильные удовольствия. Основное внимание при выборе партнера уделяется физической красоте. Предполагает сильное чувственное влечение, которое быстро вспыхивает и быстро гаснет. Следующий сектор базовой ценностью является познание. Ты хочешь что-то добавить про этот сектор? А, вот. Ну, значит, познание – это вот мы так условно назвали тех, у кого… Там действительно познавательная ценность, она из всех, она как-то доминирует. у них переработка информации как на чувственном, так и осознаваемом, как на неосознаваемом, так и на осознаваемом уровне, она не на себя направлена, а на среду, на мир. То есть, как бы себя он и вообще забывает, вспоминает уже потом, а в первую очередь чувствует вот что вовне. Для этого сектора базовой ценностью является познание. У психотипов этого сектора в системе психосмологии доминируют познавательные мотивы, взаимопонимание, надежность, нравственность. В основе понимания любви лежит духовное начало, познавательный интерес к партнеру, интерес к его настроениям и взглядам. Доминирующий стиль любви в этой четверти «сторга» в переводе с греческого «нежность, симпатия». Это любовь, дружба. Такой стиль любви развивается медленно, спокойно. Английский писатель Юис называл ее самой скромной из возможных форм любви. Это скорее товарищеская привязанность, система общения, внутри которой формируются отношения к партнеру. «сторга» основана на схожести интересов, взаимном уважении, сотрудничестве, ответственности за другого. Сексуальное влечение обычно менее вольнующее, чем при других стилях любви, но субъективно переживается как более значимая и глубокая связь. И четвертый сектор базовой ценностью является любовь к человеку. Я вам скажу, что здесь опять же вот эта разница в том, что один из типов познания направлен на «я», а другой на мир. В частности, вот в этом секторе рационально направлен на «я» и все, что связано с моим «я», а чувственно, интуитивно направлен на партнера и на внешний мир. базовой ценностью является любовь к человеку. У психотипов этого сектора доминирует ценность любовь в самом широком смысле. Это любовь к человечеству и ко всему живому. В основе лежит принцип служения ближнему, альтруизм, самоотдача. Людям из этого сектора любовь важна как перенесение всего нашего жизненного интереса и себя в другое, как перестановка центра нашей личной жизни, как способность жить не только в себе, но и в другом. Агапы – вот доминирующий стиль любви для психотипов этого сектора. Далящая божественная любовь, самозабвенная забота о счастье и благополучии любимого человека, самоотдача без ожидания взаимности. Древние греки считали Агапа идеалом уманной любви к ближнему. Это жертвенная любовь с целью построения гармоничных духовных отношений с партнером. Агапа – любовь к любви, в которой объединяются чувственность и нравственность. Агапа вырастает из смешения эроса и исторга. Исходя из уже сказанного в системе психосмологии выделились три базовых стиля любви. Людус – стиль любви. Сторге – верхний так и эрос. То есть Людус плюс эрос будет мания. Сторге плюс эрос будет Агапа. Три выделились базовых стилей любви, которые в своем сочетании образуют другие стили любви. Например, при смешении Людуса и Сторга образуется прагматический стиль любви. Прагма – прагматический и наиболее уравновешенный стиль любви. Искусство действовать правильно – так определяли его древние греки. Такая любовь рационально и расчетливо направлена на всестороннее удовлетворение различных потребностей партнера. Разум руководит чувствами, контролирует их. В основе понимания любви лежит деловой подход. Выбор партнера определяется продуманными требованиями. Прагматик представляет, какими качествами должен обладать его избранник. Он выстраивает особую систему поступков и взглядов на жизнь, учитывает все возможности с целью получения практически полезных для себя результатов. Ну, как бы бизнес, но человечный. Все понятно. Типологические характеристики стиля любви остаются стабильными на протяжении всей жизни человека. Как сойтись людям от природы, расположенным к разным стилям любви? Исследование грековой характеристик любви для каждого отдельного уже теперь психологического типа дали возможность составить предпочтительные пары лучшей совместимости. Примеры совместимости по каждому психотипу в психосмологии представлены в виде комплементарного треугольника любви. Комплементарные отношения это отношения взаимодополняющие, составляющие определенное единство, некую удовлетворяющие обоих партнеров модель поведения. В таких отношениях нет ведущего или ведомого. В определенный момент кто-то берет на себя инициативу, кто лучше разбирается в данный момент в этой ситуации. Построение комплементарного треугольника учитывает некоторые особенности психологических черт личности и базовых стилей любви. В основе этого треугольника положены три принципа. Первый. Стили любви, находящиеся в одном секторе, то есть в одном любом секторе, вот там три, в одном секторе не дополняют друг друга, а наоборот противостоят друг другу и никогда теоретически не сочетаются. Второе. в каждом человеке присутствует все двенадцать психотипов, как в наборе матрешек. Ну, как матрешка, да. И в какой-то момент выходит один из них, особенно из трех представленных равносторонним треугольником в круге. То есть это, вот Наташа говорила, рационал, смешанный и иррационал. Это комплементарные типы. То есть если я рационал, то скорее всего мне будет более комфортно с человеком либо иррациональным, то есть у тех, кто опоран на интуицию, да, либо со смешанным. Он будет как бы дополнять меня. Это будет более гармонично, чем мы будем два рационала вместе. Ли считал, что люди кардинально противоположными стилям любви несовместимы. Им трудно понять и принять противоположного партнера. По его мнению противоречат друг другу мания вот здесь и сторга вверху прагма и эрос. Новые исследования проведенные Грековой выявили особенность. Смешанные типы универсально совместимы практически со всеми психологическими типами. Смешанные это у которых равносильно рациональность и чувственность. Учитывая эти особенности образуются пары, которые теоретически наиболее совместимы друг с другом и которые предлагаются как рекомендации для построения гармоничных отношений между людьми. Вот такая вот получилась схема. Можно сказать, вот если бы внутри вписанный треугольник равносторонний мы провели от любой, ну например вот тип G там условно говорят. Можем от этого провести равносторонний то есть все стороны равны. Причем вот это то, что это не логические построения то есть это логические тоже но это то, что Грекова наблюдала в течение многих лет анализируя вот типы пар которые к ней приходили. Оказалось что вот очень часто вот у этого типа партнером как комплементарно идет например для типа вот этого иррационала идет вот этот или вот этот то есть вот эти вот как бы этот треугольник они очень часто не знаю психологии не типологии не вообще ничего они интуитивно как-то сходятся сходятся чаще чем в каких-либо других вариантах поэтому но она предположила что это наверное комплементарная тема это уже было теоретическое построение то есть сейчас я могу просто они сходятся мы уже вопрос там а дальше как же сойтись одно а дальше сходятся они чаще там так и сяк а потом на все на перекосях вот об этом как раз и речь что именно вот эти вот пары вот эти пары они более гармонично находят выход из тех конфликтных ситуаций то есть у них устойчивая связь они все равно тяготеют как там друг друг дополняют и можно вот самое интересное когда я работала в консультации тоже с этими парами вот сидит муж и жена мы разобрались что этот в этом типе а этот в этом типе отсюда проблема потому что один живет ну как бы за одной и той же информацией он видит одно а другой совсем с другой стороны видит другое и в этом очень сильная проблема и причем ты зачитываешь характеристики этого типа там типа жены она говорит да вот такая я хорошая а муж сидит говорит господи ну я всегда знал что ты такая дура ну такая ненормальная но я не думал что это твой тип я как бы думал что это можно еще как-то исправить но вы говорите что это и не исправляется потом я зачитываю характеристики ну зачем зачитываю характеристики мужа и она ну так я и знала вот типа вот и опять та же история они были в компании самое интересное что они прожили вместе уже лет 10 и они ведь где-то знали что они разные но они этого вот не принимали так в этом и как бы и суть что я принимаю его таким какой он есть пытаюсь это самое не видеть его недостатки которые пытаюсь приспособиться к нему я знаю как мне себя вести именно с ним он знает как и вести с ним и они не задумываются даже об этом что у него ой это недостаток как будто мне не подготавливает а надо им об этом не говорить значит у меня нет задача такая что ты должен принять своего партнера таким какой он есть полюбить его за эти качества которые дополняют тебя а он должен тебя полюбить таким какой ты есть не переделывая не переделывая теоретическая часть все я могу сейчас показать вот один треугольник взять какой-то треугольник для примера просто чтобы понять как это построено надо или нет или вы уже поняли примерно устали на молодых ну она может примерно на своей семье привести давайте хорошо я упрощу тогда значит я могу сказать только то что вот то что здесь теоретически было предложено и что меня увлекло в этой системе и вот психологические черты и в любви когда я читала про себя это было то есть про свой тип я как будто про меня писали как будто я диктовала а за мной записывали то есть действительно это настолько точно мне нужно именно то от моего партнера то что описано в этом комплементарном ну в парах комплементарного треугольника описание я могу просто пример привести быстро чтобы понять значит вы включи еще раз чтобы это видно было в каком типе ты в каком типе твой муж вот просто скажи вот здесь покажи прямо я помню джиаш да джиаш да это вот там я теперь покажи мужа это вот здесь муж значит вот и он вроде бы действительно попадает не вроде бы а вот не вроде а вообще-то мы везде 38 лет на минуточку в этом комплементарном что называется треугольнике я считаю что мне очень повезло я не знала тогда комплементарного треугольника но вот нас так вот повезло значит сначала муж можно мне зачитать а вот муж повезло только тебе значит мы про этот психотип мышление является доминирующим в познании мира и себя дружба ответственность привязанность процесс познания партнера принцип выбора партнера вписывается или нет этот человек в мое жизненное пространство взаимопомощь важны родовые формы и родственные связи семья надежный тыл сторонники традиционных гендерных ролей конфликтах тактика выжидания очень между прочим здорово принцип полномерность и системность отношения к деньгам обдуманность целесообразность расходов нет яркого чувственного тона сексуальная отзывчивость секс зависит от активности партнера мужчины снисходительны теперь значит идет в каждом идет конкретно конкретика по мужчинам и по женщинам потому что там есть различные половые снисходительные наблюдатели понимающие женские капризы философы учителя зависимые от опыта и планов нужна жена так я нужна жена помощник собеседник верный друг отношение к женщине бережное мудрые наставники и защитники мода любимая я дарю тебе звезду и теперь я значит да так мышление и интуиция являются равносильными функциями в познании мира и себя это общее бескорыстное участие в проблемах партнера важна внешняя и внутренняя гармония романтическую увлеченность и сентиментальность сопереживание основной механизм чувства меры деловитость и прагматизм принятие чужой игры при жестком отстаивании своих позиций быть нужным нравственность мораль доверительность отношений гибкая тактика общения переживания не беспредельны разум ставит границу чувствам и берет их под свой контроль потому что смешанный тип секс и оценочность поведения и чувств секс не базис а надстройка потому что это стиль любви агапы и женщины и женщины хозяйка в доме изысканность уточенность женственность умение гармонично вписаться в конфликт ситуации оставаясь собой в отношениях важны нюансы практичность трезвость ума легкость в общении быть правильным и одобряемым социальным окружением нужны мужчины с которыми чувствуешь себя как за каменной стеной 100% таких мужчины cape lord для дыхание бюджет ненормальности поставить точку эротизм отличается эстетичностью потребность в романтической прелюдии секс надстройка любви жить не с телом а с душой ребята давайте жить дружно. Вот по такому принципу построены, расписаны все типы. В принципе, кому интересно, это все есть на интернете. Ну вот даже «Дерево любви» там есть какие-то вещи, которые с диссертацией греков. Там сейчас про мужчину тоже написано? Про мужчину, с удовольствием. Сейчас про мужчину сделаем. Так. Мужчины, глава семьи, принцип золотой середины. В женщине ценится скромность и непритязание. Женщине не положено проявлять инициативу в любви. Умение найти правильный тон отношений. Возвышенность чувств. Принятие объективных решений, сохраняя собственный интерес. Придерживаются традиционных ролей в браке. Сексуальная отзывчивость, не путать с сексуальной активностью. Сексуальная сдержанность. Во всем нужна мера. Похоже? Похоже. Все. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.